Сексуальные аппетиты в паре Если они не совпадают, что делать? Тут очень интимно, очень индивидуально Но разные аппетиты это часто причина тревожных расстройств Как вы относитесь к измене, Алексей Юрьевич? Во-первых, слово «измена» не существует Есть понятие отношения И есть понятие «два человека» в этих отношениях Здравые современные люди, когда вступают в отношения Они договариваются о сексуальном поведении Так звучит гораздо более честно Прямо какой-то контракт Люди пытаются как-то, понимаешь, с непонятными словами Любовь, измена Они размывают конкретику И поэтому не могут ответить себе на вопросы Привет всем! Меня зовут Камила Исмаилова Я выпускница третьего потока Школы эмоционального интеллекта и психотерапии Как вы знаете, Алексей закрытый человек И мы с девчонками решили его немного помучить Вопросами личного характера Мы разобьем это интервью на три части И это первое Погнали! Привет, Алексей Юрьевич Можно, Алексей? Можно? Можно Так даже намного приятнее И давай на «ты» У нас всё-таки есть традиция в школе Мы стараемся на «ты» между собой Ну, к преподавателям на «вы» Но сегодня я не преподаватель Сегодня я Алексей Алексей А я ваш личный журналист Я знаю, что ты подготовилась Я подготовилась Я буду сегодня У меня вот инновационная такая система Я буду с телефона читать вопросики Которые я подготовила Медоинновационная система Ну а что же? Много вопросов 1500 вопросов Но мы выберем самые вкусные Женские? Ну, мужчинам, может быть, тоже очень интересно Я готов Я специально попросил Камилу Мне не показывать вопросы Потому что мы хотели сделать импровизацию И девчонки там собрались Накидали все вопросы, которые они, в общем-то, хотели И давайте посмотрим, как я на них отвечу Я буду максимально откровенным Если будет что-то прям совсем Ну, я не знаю, о чём можно спрашивать Я не знаю, на что я могу не ответить Сразу говорю, я не гей Там есть такой вопрос? Нет И не пробовал Так, сразу этот самый Как его Всё, сейчас отписка Сейчас отписка Алексей Юрьевич, не надо Пусть остаётся интрига Интрига? Конечно Сейчас мы начнём скромненько Давай Мы пока залетаем Скромной ласточкой Вот есть такое понятие, Алексей Как химия Как вы могли бы её объяснить Химия в отношениях Как бы вы могли бы её Ты мог бы её объяснить С научной точки зрения? Ну, к химии не имеет никакого отношения В этом смысле Имеется в виду, когда люди притягиваются Или когда они испытывают какие-то эмоции Вначале Такое случалось, Алексей Что вы видите женщину или девушку Не знаю И вы чувствуете, что у вас просто Какое-то влечение появилось сразу Ну, влечение это чуть-чуть другое Наверное, под химией понимается Такое совпадение Которое прямо вот влечёт, притягивает и так далее С психотерапевтической точки зрения Всё достаточно тривиально И вообще на планете Земля Всё достаточно просто И достаточно объяснимо Люди просто любят, знаешь, вот всему Придать такой флёр с подвыпидвертом Химия, бабочки Значит, вот это всё На самом деле у каждого человека Есть свои психологические, сексуальные особенности Это связано с детским периодом Там, с взрослением, реплексами С семьёй, паттернами и так далее И у каждой девочки или у мальчика Есть какой-то свой Такой набор Особых потребностей И в сексе, и в поведении Например, в заботе, во внимании Например, может быть, какой-то портрет Собранный из образов Каких-то предыдущих мужчин Там, папа, не папа, брат, не брат Друг, не друг Школа, детский сад И такой вот брюнец с голубыми Блондин, высокий, невысокий Портрет такой, да? И когда девочка встречает мужчину Который по многим параметрам Подходит вот в эти психологические особенности Если он ещё и сексуально подходит Он ещё и заботливый Он ещё и внимательный Он ещё и как папа, которого не было И он ещё такой вот У неё так много совпадений Что мозг действительно в этот момент Попадает в такую эйфорию И он потом скучает по этому состоянию эйфории И он говорит, верните мне Петю У меня Петя равно эйфории Потому что это было слишком хорошее совпадение Поэтому в этом смысле химия Вот так я бы объяснил А с горбанами это никак не связано? Ну, отчасти это связано Как раз вот когда сочетаются Вот эти все потребности Конечно, человек испытывает эйфорию С точки зрения и гормональных Нейромедиаторных там всяких всплесков И потом мы становимся зависимыми Не от человека, а от этого состояния Но есть плохая новость Вся эта эйфория очень быстро заканчивается Как описал Сеченов Это психический рефлекс с усиленным концом Если ты постоянно получаешь стимуляцию Каким-то способом То у тебя всё равно рецепторы притупятся Поэтому эта химия и эта эйфория Достаточно быстро сходят И возникают уже отношения Поэтому я всем рекомендую Начинать принимать серьёзные решения О браке и о детях После того, как закончится Вот эта пена эйфории Это очень важно Ну прошла страсть в отношениях Ну и как разнообразить сексуальную жизнь Это следующий вопрос? Да, это вот уже так Следующий вопрос прилетел Слушай, я думаю, что Исходя из моего 17-летнего опыта Тут очень зависит всё Вот знаешь, я смотрю Раньше больше смотрел Сейчас меньше блогеров Мы с Викой Исаевой Тогда снимали секс-патруль Много лет назад Он был достаточно популярным И вообще я читал Много блогеров смотрел И всем кажется Вот есть вопрос Как разнообразить сексуальную жизнь И вот есть некие люди У которых некая сексуальная жизнь Которую надо разнообразить Некими инструментами В реальности все люди очень разные В реальности и гормоны Иннервация клитора Психологическая конфигурация Потребность, либидо Приём препаратов Это настолько много переменных Которые влияют на потребности Что вот так обобщать всех нельзя Это первое Второе Сексуальная жизнь Не может быть разнообрази... Не может быть подвергнута разнообразию одинаково Вот, например, есть девушка Которой надо раз в месяц Есть девушка Которая уже, знаешь Натрахалась И ей уже в принципе Особо-то и неинтересно Есть люди Которые принимают антидепрессанты Или какие-то препараты Которые снижают либидо Есть люди Которые после родов Уже не так хотят А есть люди Которым надо, знаешь ли Утром, днём и вечером И вот Или есть мужчины У которых там после сорока Уже тестостерончик Стремится, так сказать К нулю И ему становится Менее интересно Если в двадцать восемь В тридцать Ему нужно было Разнообразная половая жизнь Там, значит Держите мне семеро То после сорока пяти Он говорит Слушай, мне вот моя Маня Вот она печёт пирожки И вот эти все Вот эти все Секосы Ну вот уже И девчонки перед ним Голые могут раздеться Он уже сидит Говорит Слушай, мне вот Маня моя Вот больше ничего не нужно Поэтому очень много переменных Если вот Девушка или молодой человек Очень активно Гормонально Очень активно Сексуально Они там с детства Елозьют на трубах Там на этих На этих Как его Перилах и так далее То тут уж В ход идёт индустрия Под названием Секс-шопы Различные игры Желевые сценарии Вплоть до Всяких сообществ Тут уж Вот Широка линейка Как бы Да Во что можно играть Вопрос не в этой линейке Вопрос в том Это про тебя И про твоего партнёра Или нет Самое худшее Знаешь, Камила, когда Вот представь себе Девочку Которая нужна Регулярная Классная Яркая Половая жизнь А ему У него же тестостерон 2 наномоль на миллилитр А ему она Не нужна Не потому, что он плохой А потому, что у него просто уже тестостерончик Такой себе И вот тут возникают уже вопросы У меня, кстати, был такой вопрос Про сексуальные аппетиты в паре Если они не совпадают Что делать? Это сложно Потому что всегда, понимаешь Это реально сложно Потому что Я не знаю Прости меня Планета психологов Ты знаешь, что я их не очень люблю Которые начинают Вот обобщать Всеми советами Вот смотри Сексуальный аппетит в паре Вот кейс Да? Разный аппетит Гормональный Там, конфигурационный Как-то он изменился А вот давай посмотрим С одной стороны Можно сказать Надо выбирать себя С другой стороны А если это хорошая семья Если это хороший мужчина Если он хороший отец Если он полностью обеспечивает Все потребности будущего и настоящего И ради сексуального влечения Все это рушить С другой стороны Девушка может сказать Для меня это очень важно Поэтому это настолько Опять же индивидуально Если человек говорит Я на стены бросаюсь Для меня это важно Значит нужно будет Как-то действительно решать Обсуждать Объективно и откровенно Если девушка говорит Я не готова рисковать Своим супругом Даже если у меня там Простите Ведро каждый день Со мной прикреплено Ходит То как бы Тут очень интересно Но очень индивидуально Но разный аппетит Это часто причина Тревожных расстройств Потому что девушка С одной стороны Говорит Я уже не знаю Какие стены бросаться А с другой стороны Я не хочу быть Падшей женщиной Которую потом буду Сама себя съедать Если я позволю себе Что-то где-то там С кем-то И вот тут возникает Как ты помнишь Тот самый внутренний конфликт Отлично Да Этот конфликт Все мы его знаем Вот как раз сейчас Перейдем к следующему вопросу Касательно измен Давай Часто Ввиду вот этих Разных аппетитов Возникает такое Состояние Когда кто-то Идет налево На самом деле Это просто так По-простому Как вы относитесь К измене Алексей Юрьевич Смогли бы вы Простить измену Если вас об этом Не предупредили Но с повинной Потом либо вы узнали Давайте представим Ситуацию Что Ужасно Но представим Что вам изменила Ваша девушка Вы об этом узнали Ну увидели Прочли Смс Каким-нибудь Обратным Как вы думаете Вы бы отреагировали Я думаю Что это Главная тема Этого Этой серии У нас же три будет серии Я думаю Что это Наверное Главная история На самом деле Тема очень важная Потому что Во-первых Слово измена Не существует И В принципе Это больше Такой Человеческо Придуманный Термин Есть понятие Отношения И есть понятие Два человека В этих отношениях И есть понятие Сексуальное поведение Здравые Современные люди Когда вступают В отношения Они договариваются О сексуальном поведении Это первое Как они будут Себя вести Если Вот Им Что-то захочется Второе Многие современные люди Даже не вступают Даже не обсуждают Что они в отношениях То есть Они где-то там Познакомились У них случился секас И вроде как Они типа вместе Но в реальность Они это не обсуждали Они не обсуждали Что с этого момента Они пара И у них есть Сексуальные какие-то Договоренности Третье Сексуальные договоренности Давай с тобой Дадим друг другу Гарантии Что без совместного Обсуждения Другие половые Контакты Мы не допускаем И вот если человек Нарушил договоренности Это неизменно Это нарушенные договоренности В отношениях Так звучит Гораздо более честно Прямо какой-то контракт Люди пытаются Как-то вот Понимаешь С непонятными словами Любовь Измена Они Они размывают Конкретику И поэтому Не могут ответить Себе на вопросы Давайте назовем Измену Нарушенными Договоренности Нарушением Договоренности В паре Теперь вопрос Второй А вы обсуждили Эти договоренности Большинство людей скажет Ну это же подразумевает Нет Это Следующее значит А почему люди Нарушают эти договоренности Например Потому что Правда заключается в том Что их сексуальный аппетит Как ты сегодня сказала И их сексуальная конфигурация Стала Другой И это Вопрос Почему Это вопрос в том Что изменились гормоны Это вопрос в том Что вы Поторопились И очень быстро Поняли Что вам нужно Другое И больше И разнообразное То есть Причина Такого сексуального поведения В правде Если ты была Или ты был Не готов К моногамии То не надо Говорить слово Измена Правда звучит так Я понял Что я не готов К моногамии Или Правда звучит так Я люблю Свою Жену Но Я понимаю Что мне Нужна Разная Сексуальная Полигамия И это Не про измену Это про правду Люди Должны начать Говорить честно Не прикрываясь Словами Которые Ни о чем Конкретном Не говорят И вот тогда Когда два Человека Сядут И начнут Говорить О договоренностях О сексуальном Аппетите О сексуальном О сексуальных Фантазиях О сексуальных Потребностях И то О том Как они будут С ними обходиться Начнутся Движения Вперед Большинство Людей Начинает Друг на друга Обижаться Не понимая Почему люди Идут Так сказать Налево Например Девушки Могут Во многом Вступать В какие-то Флирты Потому что Ей не хватает Внимания Ей не хватает Эмоций Многим девушкам Нужно ощущение Вот этого Перца Что вот Она должна Чувствовать Внимание Она должна Чувствовать Драйв Что ей делают Комплименты За ней Пытаются Ухаживать В конце концов Девушка нравится Когда на нее Стоит И желательно Во большего Количества Людей Безусловно И не факт Что она будет Вступать в Половую жизнь Но ей нужно Видеть эту эрекцию Ну Условно Грубо говоря Она уже От этого Будет галочку Получать Что она Значима Что она Важна Что она Женщина И это В принципе Нормально Если я Грубо говоря Иду со своей Женой И я понимаю Что она Привлекает Внимание Мужчин У меня От этого Нет какой-то Проблемы И если Завтра Моя жена Придет И скажет Леша Ты знаешь В общем Так Так И так Мне больше Подходит Там Василий Петрович Скажу Окей Это нормально Ну Если она Так Придет Честно Скажет А если Она Ничего Не придет Ничего Не скажет Просто Ты берешь Телефон Видишь Василия Петрович Прислал Я тебя хочу Детка В моих отношениях Я сомневаюсь Что это вообще Возможно Ну Представим Что случилось Ты знаешь Свою реакцию Как-то Нет Если Фантазировать Что вдруг Такое Произошло Я знаю Свою реакцию Какая Стоическая Стоическая Не будет эмоций Не швырнешь Сковородкой У меня будет не эмоции Нет У меня будет не эмоции У меня будет вопрос Ну если Я думаю Что такое Если правильно Выстраивать Отношения По-взрослому И откровенно И честно Такого не будет Но если предположить Стоическую крайность Что вдруг Она мне сказала Что она с подругой А на самом деле Ее всемиро Афроамериканцев В сауне То я скажу Слушай Ну Видимо тебе Это нужно И видимо для тебя Это важно Видимо для тебя Это действительно Значимо И скорее всего Ты просто не хотела Мне об этом говорить Чтобы как-то Меня сильно Не расстраивать И тут я обращусь К себе Подходит ли мне Это И если я пойму Что мне это Не подходит Я скажу Мне это не подходит Если я обращусь К себе И у нас договоренности Такие Что у нее И у меня Могут быть Какие-то собственные Сексуальные игры Но это никак не влияет На нашу с ней Совместную жизнь И совместное партнерство То это другой вопрос Ну вот не чувствовал Алексей Ты вот такое состояние Когда вот Ну там вот Ты с девушкой И кто-то на нее Обращал внимание Вот такая вот Как тебя подтрунило Как будто ты Приревновал немножко Или кто-то какой-нибудь Пытался затесаться Ваше отношение Разозлило тебя Это бывает у людей Которые начинают Приватизировать людей Он мой И если он мой Значит я какая-то Она моя И если она моя Значит я какой-то Такое подтрунивание Возникает у людей У которых люди Ассоциируются С достижением Или с собственностью Я никогда Если ты про меня Да В этом интервью спрашиваешь Я никогда Не считал И не считаю Девушку И даже жену Своей собственностью Я никогда Не считаю Что Если Вот это Моя девушка Она твоя Это человек Который Родился В своей семье В своем контексте Вы в какой-то момент Встретились Подошли друг к другу Договорились В взаимном Взаимодействии С какого Оловянного Она твоя Да Девочкам нравится Эта красивая история Что мы принц Я замужем И это разное Кстати говоря Тоже можно Обсудить контексты Я замужем Я за мужчиной Я в защите За мужчиной Это кстати делает Женщину уязвимую Концепция За мужчиной Вот они вот Все за мужчиной И теперь в ПНД И лечатся Потому что мужчины Оказались не мужчиной И оказались они Не за мужчиной А за картонкой Вот И Ревнуют Или вот так себя чувствуют Только те люди Которые приватизируют людей Оно мое Она моя Не смотри на нее Не ходи туда А ты же моя Из какого мира Она твоя Она не твоя Она же Она человек И если этот человек Придет к тебе И завтра И скажет Ты знаешь Я передумал Я скажу Ну ок Это то же самое Что ты Ты же не будешь Вот ты ходил Например в ресторан Какой-то есть Там Каждый вечер А потом ты поняла Что ты пойдешь В другой ресторан Ну гробы говорят Ты придешь К совпору Скажешь Ты знаешь Ну ребят Я спасибо вам большое Я нуждаюсь в другом Это нормально Это нормально На этой планете Мы не умеем Про это говорить Мы начинаем Не понимать Свои чувства И вот это то Что ты описала Это проблема Эмоционального интеллекта Потому что человек Думает Что это Сука Любовь На самом деле Это проблема Личности Это проблема Того Что он Мой Но это же эмоции И же их тоже И хочется испытывать Например даже Эмоция влюбленности Вот когда ты хочешь Видеть человека Алексей Ты что не испытываешь Такие эмоции Сейчас Ну прям Не прям сейчас А вот вообще Я испытываю эмоции Может я произвожу Впечатление человека Которого уже не испытывается Немножечко уже Иногда кажется Что нет Но Я тебе так скажу Я побывал На разных Плюсах этой истории Я был В очень сильных Эмоциях Я был В очень сильной Влюбленности Я был В очень сильных Эмоциональных Переживаниях Я прошел Все эти круги И мне Сорок И я тебе Могу сказать Что с развитием Личности Вот этих Турбулентностей Становится Реально меньше Если личность Развивается Правильно С точки зрения Психологической Устойчивости Эмоционального Интеллекта Психотерапевтической Целостности И если ты Я 4 года В своем психоанализе Вне симптома В классическом Психоанализе И Наверное Я бы даже Сказал Что это плюс Потому что Вот эти вот Эмоции Которые захватывают По ним Иногда Я честно могу сказать Я по ним Иногда скучаю Вот вспоминаю себя В 19-20 Когда вот это Знаешь Нарву цветов И подарю букет С одной стороны Да Но с другой стороны Это так сильно Заставляет делать ошибки Это так сильно Заставляет Тратить столько Ресурса Что сегодня Уже в 40 Я хочу Более Ровной Честной Искренней Стабильной Понятной Жизни Потому что У меня огромное Количество планов И задач И вот Выбиваться В этих качелях Вот в этом всем Очень Мне не хочется И кстати Знаешь что Знаешь такую сказку Женщина Поднимает Энергию У мужчины Денежную Слышала Вот эта последняя фишка Что ты об этом думаешь У меня просто Есть позиция Я хочу тебя Я сейчас скажу Что я думаю Нет Она не поднимает Ничего Энергию Денег Точно Просто она Если хороший партнер Она ему помогает Чего-то достигать Вместе Потому что Все равно Когда ты Поддерживаешь Человека Ну как я ощущаю Поддержку даешь Что я знаю Что у тебя получится Ну и мотивация У мужчины У второй половины Она тоже Сразу как поднимается Вот это на моем опыте Так было всегда Не знаю Как будто А я могу Точно я могу Я сейчас сделаю Слышал блогеров Которые вот Девушка Значит Она Когда появляется Она делится Своей энергией С мужчиной Мужчины Начинают развиваться В бизнесе Они вот Как они красиво Блядь это упаковывают Ну как они Верят же всех Да Они содержание Содержанку Могут упаковать В такую Красивую Обертку Что я Дорогой Даю тебе Энергию Ты ей пользуешься Мне что проще Сказать А в момент Ты мне должен За это денежки Давать Подарки Ты мне миллион В месяц Кладешь на тумбочку Да И ты будешь Любоваться мной Но знаешь Какая правда Вот какая моя позиция Вот этой В этом всем флёре Безумно простая История на планете Когда у тебя Появляется Яркая Современная Красивая девушка Мужику просто Приходится Больше на неё Тратить А когда ему Приходится Больше на неё Тратить Ему придётся Больше зарабатывать Вот и вся Сухая правда Они действительно Начинают Возможно Зарабатывать больше Один хрен Потому что Ей нужно Ролик Сокупил муж Это купил Это купил Это купил И конечно Он тратит Физически Просто больше денег Это просто Вопрос бухгалтерии Доходов И расходов У него просто Увеличивает Расходная часть Поэтому ему Нужно увеличить Доходную часть Но это плохо Вот и вся магия Я не могу сказать Что это плохо Нет Вот сидел парень Не нуждался Ходил там на свою работу За 40 тысяч Не знаю Приходил Ходил Уходил Появилась у него Женщина Я сейчас не про себя Рассказываю Это я в общем Вот И появилась у него Значит женщина Она его замотивировала Что Нет Она его не замотивировала Давай правду скажем Она подняла его Расходную часть Да Подняла ему Расходную часть тоже И замотивировала Замотивировала значит И он Все Поднялся Стал Приоделся Стал выглядеть по-другому Совершенно с этой женщиной Ну Как бы соответствует Что бы Ну разве это плохо Мне кажется Это прекрасно Сейчас я не про девочек Которые именно Дайте мне денечки Пожалуйста Нет Не про это Я с тобой согласен Если действительно Девушка подняла Расходную часть Мужчина И он действительно Стал больше зарабатывать Кратно Это круто Но не нужно Это упаковывать В какую-то непонятную Историю про энергию Другое дело Что на вопрос Может ли женщина Сделать Миллионера Конечно может Если он раньше был Миллиардером Кстати Миллионера Банкрота легче сделать Ну вот То есть главное Чтобы она Просто поднимая ему Расходную часть И так далее Чтобы она Как бы Чтобы Чтобы дебет с кредитом Сошелся в плюс А то можно поднять Расходную часть Потом взять один кредит Другой кредит Вот у меня один там Клиент в прошлом Познакомь Песня даже была Помнишь В нашей молодости Когда он на мопед копил Там не было 12 лет Вот это то же самое То есть бывает так Что девушка Поднимает расходную часть У меня такое Камил Было Мне было лет 19 А я школу закончил 2000 Начало нулевых Я накопил 500 долларов И я вот как ты говоришь Влюбился в девушку Я все блядь слил Я все слил Еще и занял И я убежден Что есть куча мужиков И парней Которые смотрят этот ролик Вот это туда Да вы поднимаете И расходную часть И что-то другое Но начинается Слив депозита Как на фондовом рынке Говорим В ноль просто А то и в минус Это не рационально Мы сейчас говорим Именно о другом Вот А если это рационально То действительно Девушка может Поднимая расходную часть Мотивировать человека Кратно увеличить Свой бизнес Обороты И Надо говорить об этом прямо Они И когда у меня Вот одна знакомая Написала Говорит Мы там с парнем Расстались Он говорит Благодаря мне Там кратно вырос Ну да Наверное Да Недавно Вот буквально На днях Встретилась Своей давней подругой И она рассказывает Историю Вот я развелась Мы с ним Всего вместе Достигли Я из него Сделала человека Он изменился Показывает фотографию Когда они встретились И какой он стал сейчас И все Он поднялся Начал нормально Так зарабатывать Купил себе Хорошую машину Квартиру Все туда-сюда И свалил А знаешь в чем правда? В чем? Когда у мужчины Становится больше денег Если у него есть Такая вот сексуальная Гормональная история То он видит Больше возможностей И он понимает Что она ему не нужна Да Так что девушки Сразу подумайте Прежде чем Кого-то поднимать Мужчин мотивировать А оно вам надо Может пусть Ванька Лежит на диване И пивко подтягивает А вы будете на него Родненького смотреть Так что здесь палка От двух концов Правильно? Они кстати многие Так и делают Потому что они говорят Зачем мне его Особенно сильно делать Состоятельным Они же понимают Что если мужчина Имеет деньги Он может начать Ухаживать за разными Девушками И иметь возможность Позволить себе Другую девушку Назовем это так Тем более сейчас У нас какой Как скажем Рынок прекрасный У нас сейчас Есть кошелек И есть Предложение И на каждый кошелек Есть энное количество Предложений Спасибо, Алексей Это было очень интересно Но у нас впереди Еще вторая часть Ты же помнишь? Помню Хорошо Спасибо за субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Субтитры создавал DimaTorzok